Вышифрованные символы прошлого и эмоции, навеянные музыкой. Работы Михайловской кружевницы Татьяны Тресновой оценили на конкурсе «Душа России». Творения художницы сочетают авторский взгляд со старинными канонами традиционного промысла. Михайлов всегда славился своим уникальным, честным кружевом. Какие работы более всего поразили жюри, узнала Жанна Лопатова. Перезвонка клюшек, переплетение нитей, насыщенность красок и неповторимость узора. Издревле Михайлов славился цветным, учитленным, как клюшечным кружевом, уникальность которого состояла в том, что мастерицы без предварительного рисунка путем перебора парка клюшек могли создавать традиционные узоры. Можно так играть. Добрый день, добрый день, добрый день. Татьяна Преснова уверяет, что может научить кружевному искусству любого. Главное – желание человека и опыт учителя. А он, как рассказывает художница, не исчерпаем. Я и сейчас учусь в народной мудрости, в чем бы она ни выражалась, в вышке, в кружеве, в керамике, в дереве, в росписи. Потому что народная мудрость, она всегда веками нарабатывалась. И мы, наша святая обязанность, сберечь ее и донести до будущего поколения в том виде, в каком она нам досталась. Сружевной калейдоскоп, салфетки, куклы-обереги, рубашки, полотенца, куклы-коклюшки. Каждая работа эксклюзивна. Ни в одном орнаменте нет ни малейшего повтора. Мы чем плетем? Коклюшки. Мы что плетем? Кружево. И кружеву я дала объем. Это настоящая коклюшка в увеличенном виде. Ее можно развить. Риторика у детей развивается. Мы проводим мастер-класс в своем музее при предприятии. И не только детей, но и взрослых вызывают вот это вот изделие, которое они могут сами сделать и как куклу-оберег. Еще в седьмом классе юная мастерица впервые взяла в руки коклюшки. И вот уже 38 лет она поражает своим талантом не только рязанцев. На всероссийском конкурсе «Душа России» Татьяна Плеснова вошла в стройку лидеров. Теперь ее ждет путешествие в Китай. Михайловское кружево своей красотой способно оплести и связать воедино разные континенты. А в ближайшем времени рязанка начнет изучать искусство деревянного зодчества. Первые узоры уже созданы. Жанна Упатова, Юрий Пасаротов, Вести Рязань.